Больше 70 дней мы наблюдаем биткоин в боковике с пониженной волатильностью и никак не пробуем отметки 9080 или же отметки, которая себя зарекомендовала зона сопротивления 12300. CEO BitMEX Артур Хейс уже вернулся с отдыха и заявил, те из вас, кто будет на следующей неделе на Инвест Азия в Сингапуре, оставьте вечер среды свободным, пританцовывая в стиле от уступ, мы отправляемся прямо на 20 тысяч долларов по биткоину, заявил он. Ранее нужно отметить, что CEO BitMEX отмечал своими прогнозами и когда биткоин начал падать в декабре 2017 года, он заявил, что мы можем вполне увидеть отметку 5000 долларов. И также здесь было заявлено, что CEO BitMEX также рассчитывал на отметки 3000 и даже 2000 долларов. Хейс не достиг своей цели точного прогнозирования на биткоинах и теперь называет от 2000 до 3000 долларов своей новой сладкой точкой. Хейс тогда основывал свои оценки на цене биткоина и ее отношении к 200-дневной скользящей средней, что собственно сейчас и делают прогнозисты в отношении альткоинов. Если мы посмотрим и послушаем экспертное мнение. То мы придем к выводу, что да, действительно сейчас на графике виден тот самый крест смерти. Но как я ранее сравнивал это явление с теми же акциями или облигациями, значит доллар и российский рубль, то мы увидим, что здесь провал цены был в целом незначительный. Потому что он уже последовал и здесь 70 рублей за доллар, значит был падение на 62. И соответственно после креста смерти это была уже отметка 65 рублей за 1 доллар. Соответственно можно предположить, что крест смерти порой это манипуляция и запугивание. Об этом нам также может говорить график XRP. Если вы здесь посмотрите на график XRP, то в итоге вы придете к мнению и выводу, что да, действительно здесь был крест смерти. Да, действительно здесь уже было пересечение, которое говорило о том, что мы пойдем вниз. Но не тут-то было. После вот этого пересечения, а падение именно случилось до креста смерти, хочу отметить. Это график XRP. И мы увидели, соответственно, здесь отметку XRP по цене 47 центов. Да, произошел крест смерти. Но после креста смерти XRP пошел наверх и сделал, соответственно, прибыль в размере, сейчас скажу, в размере 102%. То есть XRP дал 102% после того самого пресловутого креста смерти, который сейчас все боятся. Ну а потом XRP после такого пампа пошел вниз. И опять-таки у нас последовала коррекция к, значит, вот этому самому падению. С 92 цента он упал на 25 центов. И потом, значит, вырос на 200%. Еще мощнее вырос инструмент XRP. Поэтому здесь можно сказать, что крест смерти это не истина последней инстанции. Почему? Потому что у нас уже произошло падение. Это во-первых. Во-вторых, у нас в целом тренд остается бычим. Почему? Потому что лайткоин все-таки еще больше торгуется, нежели 23 доллара за одну монету. И это также прослеживается по другим альткоинам, эфириум и так далее. Но ретест дна никто не отменял, как говорится. Что касается, значит, в целом рынка криптовалют. Биткоин доминанс уже 70 и значит 0,6%. Это говорит о историческом пике за последнее время. А таких пиков даже не было в апреле 2017 года. И, соответственно, сейчас мы видим, что альта безбожно продолжает литься к биткоину. А цена эфириума к биткоину достигла таких значений, когда он в последний раз торговался около 20 долларов. Представьте себе. То есть мы видим, что вообще практически сейчас альту убивают прежде всего к биткоину. А к доллару есть, конечно же, вопрос. Потому что в 2017 году тот же эфириум и XRP стоили к доллару США копеечные деньги. И это факт. И действительно, какая здесь, в принципе, есть ситуация для выхода. Какой есть выход из этой ситуации в профит. Это дождаться цены биткоина. 30-35 тысяч долларов обновления хая. И после этого, когда биткоин полноценно обновит хай. А сезон альткоинов приходит именно тогда, когда биткоин достигает свой пик. И, естественно, его сбрасывает пик. Значит, биткоина может достичь и, в принципе, 25 тысяч долларов. И это, в принципе, будет адекватным для коррекции биткоина. И, значит, остановление альткоинов прежде всего к доллару США. Что касается также важного события. То, что биткоин ETF One и CSOLEDX будет запущен в ограниченном формате без разрешения SEC. И согласно публикации две компании, ранее подавшие заявку на одобрение биткоина ETF, в комиссию по ценным бумагам и биржам США воспользуются необычным способом обхода действующих требований. Для этого они обратятся к предусмотренному законам исключения, которые позволят предложить ценные бумаги One и CSOLEDX, биткоин траст институциональным клиентам, таким как хедж-фонды и банки, в то время как розничные инвесторы останутся в стороне. И 12 августа SEC сообщила об очередном переносе решения биткоина ETF One и CSOLEDX. И финальным сроком рассмотрения заявки является 18 октября. Нужно отметить, что все это вроде как подгоняется под бакт, потому что в сентябре, значит, будет запущена платформа. И, соответственно, если это все подгоняется под запуск и ETF, и бакт одновременно, то это очень даже прикольно. Но, с другой стороны, что мы видим за последнее время и какие есть отличительные особенности принятия бакт, ETF и что вообще изменилось на рынке. Во-первых, если мы посмотрим на 2018 год, нас всегда кормили бактами, ETF и после этого пошел жесткий пролив. То есть бакты и ETF звучали вот здесь, вот здесь они звучали, вот здесь они звучали, вот здесь, в особенности до ноября, с августа очень контрастно они звучали. И, соответственно, кормили, кормили, кормили. В итоге люди здесь понакупали, активно скупали, потому что ETF, потому что бакт, потому что институционалы придут. В итоге всех этих людей опрокинули и пролили. Соответственно, сейчас у биткоина тоже очень такая странная формация, когда он не на низах, он на верхах, кормят бактами, ETF-ами и в итоге вынуждают людей покупать. Людям нужно понять, что они покупают биткоины не за, значит, 6 тысяч долларов, не за, там, не знаю, 3,600, не за 4 тысячи долларов, а они покупают его по 10 тысяч долларов. И, соответственно, это чревато проливом, потому что институционалы и так далее и тому подобное. Кто еще не затарился криптой, есть такая еще вероятность, ну, навряд ли будут, в принципе, биткоин толкать еще выше, затариваясь им попутно после запуска бакт или ETF. Это очень глупо, поэтому я считаю, что, в принципе, здесь опять-таки нас ждет тех, кто там людей купил биткоин, ну, очень неприятные вести. По поводу альты, не знаю, при этом, что если биткоин упадет на 9 тысяч долларов, альта, в принципе, сделает вся ретест дна, абсолютно вся, которая есть на рынке криптовалют, а Binance Coin там вообще вернется на 6-5 долларов, откуда он, в принципе, и пришел. Поэтому это вполне вероятно. Что касается, значит, мнения, ограниченный запуск биткоина ETF, OneX, AltX, не более чем маркетинговый трюк, об этом пишет, значит, один из аналитиков, и, соответственно, это дезинформация, пишет он, Bitcoin Trust OneX, AltX не является ETF, он выглядит точно так же, как Bitcoin Trust Grayscale, который был запущен почти 6 лет назад. Называть его ограниченным ETF – это хитрая маркетинговая стратегия, только и всего. Называть его полным ETF – неправильно. Но, соответственно, правило 144A – это достаточно сложный способ выпуска ценных бумаг закрытого инвестиционного отрасла на вторичный рынок. Это не торгуемый на бирже фонд в полном смысле. Но, в общем-то, есть мнение, да, противоположное, что не все так радужно на рынке, и что вот то, что сейчас, в принципе, говорят ETF приняты, баг приняты, там уже будут, это, значит, в принципе, толчок для розничных инвесторов покупать биткоин по 10 тысяч долларов, а потом его, как следствие, обвалить наполовину, скорректировать на 6 или 5 тысяч долларов. И, в принципе, если алгоритмы у нас на рынке изменятся, то есть альта, она будет стоять, потому что, не думаю, что ее будут убивать, топового альту, но топа однозначно уже поменяли. Здесь уже вот какие-то щиткоины, хедж трейд, в системс, вообще непонятные щиткоины мне. И, соответственно, таким образом поменяют топ, значит, что-то откинется, что-то уйдет, что-то останется и так далее. Но криптовалют еще все больше, да, становится, потому что, когда я недавно смотрел, вообще их было 2500, зимой было 1900, сейчас 2624. То есть плюс 700 проектов откуда-то взялись, что это за проекты, опять-таки, никто не знает, но как бы проекты создаются, да, все это создается на платформе эфириум, клепается ICO, но как бы профита от этого нет практически никому, ну, разве что тем, кто клепает эти самые проекты. В принципе, речь, которая идет об иксах, которые якобы там дают какие-то щиткоины, если мы зайдем где-то за топ 100, топ 200, сейчас глянем. Да, тут, смотрите, почти все в зеленке, смотрите. Ну, Chiliz, Bitcoin 2. Кому это дает прибыль? Естественно, тем, кто сидит. А кто там сидит, там сидят, естественно, разработчики этого проекта. Pios вообще, 0 торгов за, значит, 0 долларов за 24 часа, но тем не менее, как бы, да, монета ходит. Поэтому здесь можно сделать вывод один, что это все непосредственно дается тем, кто сидит. Это все дается разработчикам. И разработчики, в принципе, в их интересах помпануть монету, продать ее дороже, а потом ее опустить на самое дно и, в принципе, так и сделать. Как это вот есть с теми самыми IEO, которые были на Binance. FED там вообще 5 центов стоит. Раньше он там стоил сколько? 38-39 центов. Ну, то есть, практически можно сказать, что никому не нужны проекты. И такого дерьма на рынке очень полно. Поэтому, ну, как бы, хомячки скажут, что люди там зарабатывают. Но, как бы, люди зарабатывают тогда, когда инвестируют в инструмент, который пользуется спросом и у которого есть технология. Зарабатывать на щиткоинах, инвестируя непонятно куда, отдавая деньги непонятно кому. Ну, и, более того, монета торгуется на непонятных биржах зачастую. Ну, это такое. То есть, это обогащать создателей той самой монеты, не более. Ну, а хомячки думают, что, а, там, монета сделала там 200% за сутки. О, это вообще проект топовый. Вот если бы я там был, там это. Вот прикол в том, что там никого и нет. Что касается, значит, BitMEX, она уличила Binance в плагиате описание инструментом для фьючерсной платформы. И поздравляем запускать тестовые сети для фьючерсов. Binance рада, что вам понравилось читать нашу документацию не меньше, чем нам ее писать, заявляет BitMEX. Но, соответственно, ситуацию прокомментировал SEO Binance. Чемпинджао, он заявил позор нам, приношу извинения. Упустили этот момент в процессе ДД. Перед приобретением мы сами документацию BitMEX не читали. И справимся в кратчайшие сроки. Но, что можно сказать, в принципе, биржа вообще на биржу походит. Особенно, когда запускается маржиналка и так далее. Биржи практически ничем не отличаются. И все биржи почти идентичны. Есть топовые биржи. Это BitMEX, это Binance, это BitFenix. Но, в принципе, везде там интерфейс отличается. Но инструменты и алгоритмы работы он не изменен. Он остается таким же. Ну, ни много ни мало пробежались, конечно, по рынку криптовалют. В принципе, рассказал вам свое видение по поводу рынка. Здесь у нас боковик. И такое ощущение, что именно по Биткоину либо у нас идет активное заманивание, либо все-таки, если Биткоин розничный инвестор, обычный человек сейчас не покупает, потому что считает, что дорого. И если в Биткоине, в ракете сейчас мало кто присутствует, то потенциале Биткоин может и, в принципе, выстрелить на 15, 17, 18, 20, 25 тысяч долларов. При одном условии, если там нету пассажиров. У крупных игроков достаточно инструмента, чтобы определить, есть ли они там или нет. Покупали люди или нет. Ну, крупные игроки вообще это биржа, скажем так. И, соответственно, уповать на то, что вы купите Биткоин, и многие там, Васька и Петька, купят Биткоин и разбогатеют. Нет. На самом деле не разбогатеют, если это массовое явление. Если люди сейчас массово начали скупать Биткоин. Ну, так как в Google трендах затишье, то, соответственно, потенциале у Биткоина есть шанс вырасти. Более того, Биткоин сейчас торгуется выше 50-ки, 50-го мувинга. И на краткосрочной какой-то перспективе это позитивно. На долгосрочной не совсем, потому что график Биткоина в соответствии с недельным графиком, таймфреймом, показывает какие-то очень все-таки стрёмные движения. Почему? Потому что здесь явно была разгрузка крупного игрока. И по сути Биткоин сейчас откорректировался после трехнедельного падения, которое было у нас с 12 августа, потом 19, потом 26. И, соответственно, к этому падению сейчас мы получили коррекцию в виде роста на 10700. И, соответственно, здесь, конечно, это тоже нужно иметь в виду. Но вот у альткоинов, конечно, ситуация к доллару не такая. У альткоинов вообще ситуация сдувания. То есть здесь, конечно, на недельном таймфрейме была, в принципе, продажа, распродажа. В итоге альты ушли. И, соответственно, зона поддержки у эфириума 150, если пробивает, там ретест дна. Соответственно, тоже нужно иметь в виду. Но если Биткоин падает у нас, опять-таки, и алгоритмы работают, то, ну, вообще, не знаю, с альтой будет непонятно что, и эфириум там вернется на 20 долларов. Ну, такое, в принципе, маловероятно. То есть, кому нужен дешевый эфириум, да, ну, как бы такое. Хотя, как смотреть, вот, например, акции Amazon, да, они там корректировались вообще на 97-99%. Поэтому, как бы, почему рынок криптовалют это не может сделать? Вполне может сделать. Но, в принципе, если цена будет такая, то получается, что могут убить тот или иной проект по маленькой цене, да, просто атака 50, особенно, если проект на Truth of Work, атака 51%, и все, проекта не станет. Поэтому такие дела. Все, всем удачи, всем пока, до новых встреч. И подписывайтесь на канал, не забывайте про канал со сливами, там сейчас скидка на вип-канал, и, соответственно, вступайте. Субтитры сделал DimaTorzok